ПОДЁЁМ Восемь часов тридцать четыре минуты. Среда, двадцать пятое мая. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Лилия Фетисова, ведущая программы. Лилия, здравствуйте. Ленинградка стоит откуда, откуда? Она от Шелла стоит. От Шелла стоит Ленинградка. Еще Пятницкое шоссе тоже стоит там в середине. А по Пятницкому объезжают все. Объезжайте по-новосходнее лучше. По-новосходнее идите, народ. Потому что Ленинградка стоит от Шелла. Пятницкое тоже глухо в одном месте. Тут есть участок большой. Потом еще. А где у нас это? Ярославка, что ли? Вот здесь вот. Внешний мкад перед Осташкой стоит то же самое. И еще, еще, еще. Ну, Остак, гнусенькая. Гнусенькая по-рабочему. Гнусенькая. Нормально все. Вот. Хорошо. Пьяные кобылицы будут пугать вечером. Их юноши слабее и будут уже спать. Берегитесь теток в вечерних нарядах, пишет Филиппок. Филиппок предупреждает. Сегодня последний звонок. И сегодня вот эти невероятные кобылицы, вот эти коровища с огромными толстыми ляжками, они прощаются со школой. Но среди них есть и хрупкие, субтильные, малокровные, туберкулезные девушки. Филиппок, я вас обрадую. Среди них есть туберкулезная девушка. Какая-то совершенно нежная какая-то такая. Вы испытаете чувства. Сам-то Филиппок толст. Да? Ну, я думаю. Ну, не знаю. По крайней мере, сегодня все блогеры выйдут на охоту, а у них же теперь традиция фотографировать выпускниц. Пьяных выпускниц? Да. А, в эту ночь, в эту ночь. Завтра мы вас проинформируем. Минка Атлеснова стоит, 93-й сообщает. Вылетаю из универа. Третий раз. Но зато слушаю Лед Зеппелин и The Doors. Как мне быть? Пишет Виталий. Знаете, Виталий, я... Насколько я информирован, Джим Моррисон умер в 71-м году. Может быть, от непосильных знаний, мне кажется. Он в Париж поехал и от непосильных знаний умер. Поэтому вы... Хорошо, что вы вылетаете из универа. Это нормально, это ничего. Так, Кутузник стоит от Амкады до Славянского бульвара. Нижегородская. Новый асфальт. Уже посредине огромная яма. Как так можно? Вячеслав, хорошо. Поехали, поехали. Слушайте, хотите девушку вот эту вот... Которую? Ну, которая напьется и пошла сейчас на последний звонок. Ой, давайте. Давайте девушку. Уже начались последние звонки. Ну, конечно. Они сейчас еще толкутся. Еще в девять только хлопчик какой-нибудь из одиннадцатого класса поритащит на своем плече первоклассницу, которая говорит, тинь-динь-динь, с таким большим бантом. Понимаешь? Ну вот. А к вечеру им сужина напиться. 7-8-8, 107-0. Потом долго содрогаться в конвульсиях, изрыгая все это где-нибудь в кустах. Ну, это все такое очень поэтичное. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здравствуйте. Вы одиннадцатиклассница? Да. Вы представляете собой тип субсильной туберкулезной девушки? Нет. Нет. Такой девушке, я бы сказал, в теле. Да. Слушайте, а ваши подружки, а что вы будете делать ночью? В этот вечер? Да. Ну, я после того, как мы ездим с одноклассниками на трансляцию, я, наверное, приду домой, потому что у меня в пятницу экзамен. Слушайте, вот на этих пароходах, во-первых, сейчас объясню. Нет. А, вы не пойдете на пароход, не ходите. Нет. Мы поедем медвежье озера по Щелковскому. Правильно. Слушайте, потому что на пароходе, жесть, а во-первых, они ободранные все, туалеты грязные, все пьют паршивое, реально паршивое пиво. Я не пью пиво. Вот я говорю, поэтому не ходите на пароходе, умоляю. Какая вы хорошая. Поздравляю. Поздравляйте, быстрее. Поздравляю. Вы в школьной форме сегодня пойдете? В школьной форме пойдете? Ну, с передничком и все такое. А, спасибо, спасибо. Бантик большой, не забудьте. Ты она хорошая. Но она не субтильно туберкулезная. Ну, так давайте субтильную. Дайте хоть одну субтильно туберкулезную девушку, такую чахотошную какую-то. Какую-то чахотошную. И такой с тихим голосом, с таким, говорит, ах, я не знаю, ах, увы, увы, мне так стыдно. Что-то такое она должна быть. Мне кажется, чтобы она в фонтане сегодня планировала купаться. Так, 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 так. Выпускницы, ведь они же тоже кто-то купается. Туберкулезная? Ты хочешь, чтобы она кинулась в фонтан? А самые лучшие... Алло, здравствуйте, да, слушаю. Мне кажется, вы ошибаетесь. Вас вообще не слушают люди до 30 лет. Нет, вы ошибаетесь. Посмотрите рейтинги. Мы бьем все радиостанции разговорные от 12 до 19. Значит, слушайте, слушайте, я вам говорю, я вам говорю. От 12 до 19 мы на первом месте среди разговорных. От 20 до 29. Сейчас я помню точно, значит, но мы где-то раза в три бьем конкурентов. И так мы делаем, мы сравниваемся, 40-49 сравниваемся. И мы существенно проигрываем, например, Эхо 65+. Вот от 65 до 170 лет мы существенно проигрываем конкурентов. В три раза проигрываем. Так что вы... Так это была она? Да нет, конечно. Что это? Ну, если она не верит, что нас слушают молодые. Нет, нет, 12-19, я сам удивлялся, с какой стати, с какого вдруг бадуна. У нас 12-19 самый высокий рейтинг из разговорных. Я не очень понимаю, честно. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вы отец или, наоборот, вы выпускник? Нет, я хотел, Сергей, сказать про вашего коллега, который ведет передачу до... Чего до? Нет, я такого не... У нас, извините, у нас не свободный здесь... Это не римский форум какой-то, на который всякий говорит все, что хочет. Это не запорожская сечь. Здесь есть верстка. Понимаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, доброе утро. Вы есть выпускник? Я недавно выпустился. Ну, пожалуйста. А нам нужна выпускница. Мы взяли, для примера, выпускницу, которая... Как бы вам сказать... Первая, как ее назвать? Она была жизнерадостная. 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 И в полном теле. Да, она уже была. В полном теле. А теперь нам нужна томная, чахоточная выпускница сегодняшняя. Выпускница, а позвоните, пожалуйста, 788-87... Нам нужна чахоточная томная. Какая-то абсолютно нежная. Какая-то запуганная, забитая родителями. Забитая родителями. Такая японская принцесса. Алло, здравствуйте. Это не вы, нет. Кончайте придуряться, пожалуйста. Из вас не выйдет японская принцесса. Мне нужна японская принцесса, забитая, затюканная, чахоточная, нежная до бесконечности, пробуждающая чувство отцовства. Высочайшие. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Нет. 7-8-8-107-0. Когда я говорю, что мне нужна японская принцесса, я ровно это имею в виду. 7-8-8-107-0. Мне нужна выпускница, которая вдобавок японская принцесса, чахоточная, несчастная, забитая в семье, забитая в семье. Такой бедный воробушек, такой мокренький, весь из лужицы. Вот такой. Пожалуйста, 7-8-8-107-0. Так вот она звонит, я же знал. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. И моя дочь. Нет, моя дочь. Это хорошо, но дочь-то может позвонить? Звоните мужским голосом, извините. И в чем дело? Наконец-то пошла принцесса, пошла принцесса. Здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Вот вы японская принцесса, наконец-то, все-таки, я нашел типаж. И у вас выпускной? Да. Мы вас сейчас примемся поздравлять изо всех сил, но только скажите, вы именно вот такая чахоточная, худощавая, забитая, затюканная и все такое? Ну, я не совсем затюканная, но такая, да. Скажите, вы пойдете... Да, скажите, вы пойдете сегодня на пароходе каким-то образом курсировать, и какие ваши планы? Нет, мы сегодня пойдем в области гулять на озеро с классом. Скажите, скажите, пожалуйста, а какие ваши планы вот после этого? Вот жизнь обрушивается с какого момента, например? Вот как вы прозреваете свою жизнь дальше куда? Вы идете в универ какой-то, верно? Ну, наверное, да, я планирую. Я целый год ездила на курсы подготовительные. Вы на каком поприще себя видите скорее? Вот это должно быть гуманитарное или что? Что какое? Ну, в идеале я бы хотела стать министром образования. Так, вместо фурсинга я правильно и правильно. Он к тому времени его, наконец, выгонит. Я думаю, лет через 15 его выгонят, и как раз вы поспеете. Скажите, а какие-то другие планы у вас есть? Вот как вы видите свою жизнь, зажмурившись? Как? Ну, я перестала быть аналексичной японской принцессой. Да. Ну, у меня хорошая машина, загородный дом, муж, дети. Сколько, сколько, сколько детей? Ну, как минимум трое. Трое. Классно. Классно. А вы с детьми будете, они будут у вас дочки-подружки или вы будете, наоборот, строгой мамой? Дочки-подружки. Дочки-подружки. Классно. Поздравляем вас. Ура. Поздравляем. Все, все сбудется. Все сбудется. Все сбудется, сказал. Все. А ну-ка, через минуту вернемся. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе. Новостей. Ленинский вроде стоит. Покажи мне, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Лиля, Лиля, нет, 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 Лиля, Лиля, нет, 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 нет. А, что, пробки, 6 баллов. Не важно. Покажи мне Ленинский. Только что, я, кажется, видел, что Ленинский в ужасном положении. Ленинский в ужасном положении. Ленинский в ужасном, да. Да. Ленинский в ужасном положении. Но и это стоит, как его, господи, Кутуза стоит тоже. Кутуза стоит, да, совсем. Но причем Кутуза уже в пределах МКАД стоит. Вот МКАД до третьего. То есть доезжаешь от Кутузы до кинотеатра вот слева, который там левая стрелка, и дальше кранты, все, больше езды нет. И потом езда возникает уже только около самого третьего кольца. Да? Да, но и там как-то не легче, то есть если... Ну, потом уже новый Арбат стоит уже. Потом уже стоит новый Арбат, как положено. Хорошо, слушайте, давайте-ка поговорим вот о чем. Вчера, значит, новость была, что Сергей Минаев, ну, узнали, потому что его знают, лицо его знает. Он, там сцена такая на ру-ведерках, я посмотрел. Значит, он едет, и это на РСН мы тоже распостили все это. Значит, он едет в машине, какой-то человек, как бы не очень желая пропустить истерика, реального истерика с мигалкой, который за ним несется, на Мерседесе, таком, седого какого-то такого цвета, Мерседес серебристый. Вот, значит, этот глухотонированный, и этот Мерседес еще вдобавок с красной мигалкой. Вот это удивительно. Как если бы он сбежал из дурки, да. Потому что я сразу, первое, что мне пришло в голову, потому что у меня есть, об этом нельзя говорить вслух, но у меня есть очень сложное, трудноописываемое нарушение цветового восприятия. То есть я красное-зеленое вижу, на дальтонизме меня поймать невозможно. Но я вижу больше, то есть там есть такие, есть тесты сложные, совсем сложные, где, например, написано «normals doesn't see anything», нормальные не видят ничего. А там «не нормальные, это я, видят там, условно говоря, 57». Понимаешь, да? То есть у меня такое нарушение зрения, что есть случаи, когда «normals doesn't see anything», а я вижу, я вижу 57. Так это не нарушение, это да. Нет, понятно, но есть случаи, когда «normals see» там что-то, а я не вижу. Такие тоже есть, такие тоже есть. У меня очень сложно какой-то. Ну, это была красная мигалка. Так слушай меня, нет, красный-зеленый я вижу. Значит, ты смотри, и это была красная мигалка, и я такой думаю, так, ну я-то все-таки ненормальный, ну в смысле трихромат, у меня трихромат весьма сложный. И я думаю, черт, что за бред, он сбежал из дурки, он сбежал из Кровеческого музея, он свинтил где-то с пожарной машины. Что происходит? Может, это красная ведерка была? Может, это у него поливалка такая. Слышь? Я думаю, потом, оказывается, потом пишут русские, нам пишут рувидерки, синяя ведерка, что это был прикол. Вот я не понимаю, а в чем прикол? Можно мне идиоту объяснить? В чем прикол что? Я не понимаю, что... Вот он прикололся, ну типа, это Минаев прикололся. А в чем? Вот чтобы я понял. А над кем? Я тоже не понимаю. Нет, я не знаю. Я готов смеяться. Я готов смеяться. У меня невероятно несколько вагонов серотонина в мозге. У меня несколько вагонов. Я готов смеяться, но я не понимаю, над чем. В какой момент надо начинать смеяться? Что он ездил... Может быть, когда он... Он ездил с сиреной и с мигалкой, и кричал из окна, там, ну, дурак, там, конечно, неважно. Но он грубо очень кричал, очень... Грубо, 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 но по существу, якобы, типа, тебе что, места мало? Что-то такое. Значит, а... И прикол в чем? Чтобы начать смеяться, объясните мне, дураку, 788-107-0. Вот кто в этом разбирается, товарищи дорогие? Значит, вот просто понять, кто в этом разбирается, 788-107-0. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Илья, Москва. Да, скажите, а вот где было смешно... Это было всего лишь, значит, демонстрация, что с каждым будет так происходить. Кто вот так с мигалкой, с гонем, криком, значит, нарушает и ездит, создает опасность для водителя, так? Да, но это... Но с этого ролик был своего рода, они самобоюдно. Обратите внимание, с двух сторон снимали камеры с того машины, с этого машины одновременно. Да, да. И все, склеили и поставили в ролик. Это было в шоу. Ну, как шоу, это был ролик. Да, но скажите, а в какой момент мы должны понимать, что... Вот смешно, с какого места? Абсолютно смешного нету. Нет, ничего смешного. Я смотрел это ролик вашего, значит, Реджена, так? Я тоже, да, да. Никакого смешного нету, но никакого мата нет. Но он сказал, блин, что... Не, не, ну хорошо, хорошо. Но а где смешно-то? Они говорят, нас подставили. Потом ведерки говорят, нас подставили. А я тоже не понимаю, в чем дело. Это как если бы я начну сейчас бегать взад-вперед со спичками, а потом, когда приедут пожарные, я скажу, ха-ха-ха, я пошутил. То есть, ну и что? Абсолютно никто никого не... А где смешно? Я не понимаю. Потому что, слушайте, зайдите на Росновости. Кто видел на Росновостях это все? И, пожалуйста, это можно видеть не только на Росновостях. Насколько я понимаю, это на Руведерках видно. Значит, как будто для шутки... Я хочу, силюсь понять, в чем шутка. Сделана превосходная история. А именно, машина носится по Москве с сиреной и с красным ведром. Значит, сигналит-сигналит. Потом из окна кричит Сергей Минаев чье-то. Да? И это прикол в этом. А в чем? А может, они хотят показать, что мигалки это плохо? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Альин. Здравствуйте, Лилия. Да. Я Александр, зовут Москва. Да. Значит, я считаю, что это просто там есть у него знакомые в этих синих ведерках. Он же позиционируется как честный репортер, честный понедельник. А на государстве был регистратор, все это быстро договорились, посклеивали. Ну, как-то выделили ситуацию просто так. Обелиться-то начало. Нет, а обелиться. А кого очерниться тогда? А кого? Не, ну просто поступил некрасиво и попался на этом. И теперь надо как-то выпутаться в ситуации. Вот появилась такая возможность и все. Ну, довольно странно, согласитесь. Хорошо, 8.50, почти 8.51 в какой-нибудь... Я думаю, кто-нибудь нам объяснит. Конечно, объяснит. Но вот мне понравилось объяснение Александра, что он попался... Нет, наоборот, послушай меня, наоборот. Рувидерки говорят, мы попались на прикол Минаева. Рувидерки говорят. Да, он с ними договорился. Ничего он не договорился, ты чего? Попался и договорился. Да нет же тебе говорят. Нет, он по приколу это сделал и им тиснул материал. А они купились, что они его разместили как настоящий. Понимаешь шутку? Но это не в их интересах было бы. Почему не в их? Им присылают разные активисты подобные видео. Они купились на то, что разместили это видео, как по Москве носится с сиреной машина и расталкивает людей. Они купились, что они разместили. А на самом деле это был вирус. Это была шутка. Так я понимаю, с какого места смеяться опять все равно? А никто не понимает, это не шутка была. А, ну так нет. Но если для шутки человек все равно пугает москвичей мигалкой, то с какого места смеяться? Я не знаю. Я что-то... Ну, простите, я, может быть, я вообще... Сейчас до меня дойдет потихонечку. 8.52, поехали. Подъем. Русская служба новостей. В движении. 8.55, Тверская плотно от Белорусской до Кремля в обе стороны. Яндекс лукавит. В обе стороны Тверская плотно. Минка и Можайка вторую неделю за гранью добра и зла. С утра стоят Ленинские из-за мента, который на пересечении с Ломоносовским. Что-то такое, ну, не важно. В общем, он нехороший. Нехороший, нет. Тверская область, авария, тяжело. Варшавка, въезд полное, полное все стоит, значит, пишет Гоня. На Кутузе совсем худо. В районе Триумфальной арки авария в правом ряду. Дальше новая пробка, опять плавно переходящая в Арбат. Мигалку мне, мигалку, кричит 711-й. Каширка от Шипиловки в центр умерла. Пролетел мытную Якиманку. БКМ чуть плотнее. Мимо Манежа тоже неплохо, сообщает 777-й. Так, на Новопесчаной сорвали асфальт, на газоне, дорожки и бросили. Вот так, все. Еще, 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 еще. 788-107-0. Расскажите о движении в Москве. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Ленинский стоит до Ломоносовского. Там гаец регулирует. А вот как он регулирует? Что он делает? Что? Регулирует, стоит, нажимает на кнопки. Дальше свободно. Лицо у него вредительское? Ой, я на лицо не смотрел. Представляете, как он упертый в этот столбик. Какая у него карма? Ведь без мата никто мимо него не проедет, правда же? Да, сволочь. Карма такая, облепленная, я бы сказал, плотно облепленная, с звонкими характеристиками. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здравствуйте. Да, где вы? Свобода едет, затыка перед Волоколамкой. Все, понял, свобода едет, затык перед Волоколамкой. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 9 часов 4 минуты, среда 25 мая. Здравствуйте, Великий Город, здравствуйте все. Это Русская Служба Новостей. Лилия Фетисова, ведущая программы. Здравствуйте, Лилия. Переаттестацию прошли 170 руководителей МВД РФ. 170 и 119 улетели к чертовой матери. 170 это, подожди, подожди, давай напишем следующее уравнение. Подожди, х-170. Ты не понимаешь, на твоих изумленных глазах. И 119 улетели, 101,1,1,9. Я прибавляю, получается, 289. 289 равно 100%, правильно? А 119 равно х процентам. Значит, у нас 1,1,9,0,0, деленное на 289. Как далеко от тебя калькулятор? Калькулятор от меня не так далеко. Дальше, чем от меня. Смотри, подожди, я сейчас сделаю. У меня просто в компе эта штука прямо сразу. Вот, значит, я считаю, я сейчас считаю уравнение, просто делюсь. 200, 289 равно. Значит, 41% негодяев, подонков и мерзавцев. Это же почти половина. В руководстве, алло, переаттестацию прошли 170 руководителей, высших руководителей МВД, 119 освобождены. Понятно, да? Значит, 41% высших руководителей МВД освобождены в связи с аттестацией, как подонки, негодяи, мерзавцы, разбойники и прочая скотина. Ну, как же плохо все было, может, переложится. Не, выяснили, пожалуйста. А что теперь делать? А через сколько, через сколько, через сколько дней, минут, секунд надо 41% опять от тех уже отнять, которые остались? А, во-первых, они уже появились. А те, которые остались, они хорошие? Ну, получается, да, они же прошли. Насколько они хорошие? Они хорошие как что? Это не идеально. Они абсолютно, да? Конечно. Ну, да, да, да. Слушай, кто-нибудь из милиции, товарищи дорогие, МВД, 788-170, позвоните нам, пожалуйста, послушайте новость. Значит, 41% высших руководителей МВД выгнали, как негодных к службе, несоответствующих высочайшему званию вашему, понимаете? 41%, ребят, понятно, да? То есть двое, двое, двое из пяти, ты понимаешь, что я говорю? Ужасно. Двое из пяти негодяи, подонки, мерзавцы и прочая мерзота. Накипь. Боже, Боже, как мы жили до этого. Алло, здравствуйте. Да. Алло, кто-нибудь из МВД, объясните, как вы служили под руководством негодяев? Алло, здравствуйте, да, слушай. Да, да. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я говорю, я сотрудник милиции, действующий. Я говорю, вы знаете, кто вот здесь не прошел аттестацию? Кто? Вы, конечно, говорите, что там негодяи, нет, ну, конечно, тут такие люди. Давайте я прочитаю. Это пенсионеры и люди, у которых сократили, ну... Позвольте мне прочесть. Давайте я прочитаю, как написано. Хотите, я прочитаю? Смотрите. Нургалиев говорит. Комиссию при президенте РФ. Я просто прочитаю. По переаттестации высших руководителей МВД прошло более половины представленных кандидатов, сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Дали цитата в кавычке. По состоянию на 20 мая, ну, это он сейчас говорит, а по состоянию на 20... Видно, у него справка на 20, смотрите. По состоянию на 20 мая в неочередную переаттестацию уже прошли и назначены на должности номенклатуры президента 170 руководителей. За этот период от занимаемых должностей были освобождены 119 руководителей, заявил Р. Нургалиев в среду. Ну, чего? Ну, это я понимаю. Заявлять можно все, что угодно. Они эти сразу хотели пройти до июня месяца, что должны были все пройти от рядового сотрудника до высшестоящего. А все их передвинули уже на август там и дальше. И то же самое там зарплату сотрудникам, квартиры дать. Все это у них отменилось. Они даже не могут просто, вот самое простое, элементарное, две буквы поменять, понимаете? Не хватает денег на замену двух букв. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Полиция, она милиция. Все лишь поменять нужно две буквы. Полиция, милиция. И то, что вот это вот все стирательство идет в глаза, это сокращает людей, которые уже там вы... Выслуга есть большая, сроки, пенсионеры, все. То есть они за негодяев. Они попадают среди этих... Они за негодяев, они должны, они олицетворяют негодяев. Вот, понимаете, даже... Ну, вы сами знаете, бумага у нас все стерпит, не сказать можно все что угодно. Конечно. На самом деле это не так, спасибо. Мы нежные, доверчивые, послушайте, мы нежные, доверчивые, абсолютно, абсолютно всему верим. Ну, слушайте, это странно было бы, если бы... Нет, Нургалиев говорит, я очистился от 41% этих подонков. Он говорит, Нургалиев говорит, понимаешь, а мы же верим, что он... Ну, слушайте, он государственный муж. Прикинь, на секундочку. Ты можешь себе представить, какой пост он занимает? Конечно, да. Да, все. Значит, смотри, министр внутренних дел Российской Федерации. Когда ты заходишь к нему в кабинет, справа перед входом там, значит, висят... Нет, или уже в приемной. Я теперь запамятовал, потому что я давненько не был. Значит, и там, значит, висят приемные... Последний раз я там был у Грузлова, кстати. У Грузлова, я все припоминаю, у Куликова или у Грузокова. У Грузлова министр внутренних дел я был. Так вот, и, значит, и там висят имена и фамилии бывших министров внутренних дел Российской империи. Ну, вообще всех подряд, понимаешь? И там, в общем, в этом списке есть люди, которых ты не зовешь Петрушкой. Это не Петрушки никакие с выставки, нет. Это не балаганные Петрушки. Там совсем серьезные дядьки. Поэтому, когда Нургалиев что-то говорит, мы к нему относимся вот в этом контексте, понимаешь? Ну что, да? Я до сих пор в этом контексте отношусь, потому что 41% из-за возраста. Это что, у нас каждый год 40% уходит и новые приходят? Как-то много для возраста. Каждый год рождается 41% страны, прикинь? И 41% уходит. 41% каждый год вот такая вот... Ну, вы представляете, какие масштабы, если бы каждый год на пенсию уходил 41% руководителем? Так сейчас, в данную настоящую секунду, суждено родиться 119 заместителям министров. Конечно, это очень важно. Это же кругооборот заместителей министров в природе. Ты не можешь никогда допустить, чтобы что-то где-то убыло. Если сейчас 119 человек, испаскудившихся и состарившихся... Там все равно они смешаны. Состарившихся или испаскудившихся замминистров. 119 человек. У убыло, то народиться должно новых 119 человек. Понимаешь? Сейчас где-то они... Агу, агу! Кричат. А это не замминистра. И уже можно так... Товарищ замминистр, разрешите обратиться. Да, разрешите обратиться. Да, 9 часов 11 минут. Через минуту вернемся. Подъем. Сергеем. Даренко. Нойрусен. Нет, мне говорят, слушайте, прочитайте. Прочитайте лучше статейку в компромате.ру. Миллионы за погоны. Я здесь, я смотрел, компромат. Притом, я говорю, компромат не то, что я каждый день открываю. Но я вчера, например, открывал. И там очень забавная... Там очень забавная история. Это полтинник за 6 миллионов. Там про прокурора Челябинской области рассказывают, что ему полтос. И он, значит, решил все-таки, что дата хорошая. Ну, как бы дата какая-то, подводящая промежуточный итог до известной степени. Поэтому он снял просто на ночь московский ресторан «Марио». «Марио». Да. Потому что... Ну, а Челябинск, это зажег... Как-то... Ну, это где... Мы не знаем даже, где это такое. Да, это далеко. Да черт знает, где этот Челябинск. Понимаешь? И он пахнет все время какими-то вот этими... Пахнет шпалами, заводами. Он подванивает, если честно, Челябинск. С хорошей точки зрения. Да? Вот. И он приехал, «Марио» снял на ночь. И гульнул по расчетам компромата и новой газеты на 6 миллионов рублей. Да вы что? 6 миллионов рублей. А он с собой Челябинских друзей привел? Да-да-да-да-да-да-да. Да, да-да-да-да-да. Да, да-да-да-да-да. Нет, конечно, своих своих оттуда из Челябинска. Он говорит, поехали, подышим. И чуть-чуть, знаете, как это называется, сменим климат чуть-чуть. Потому что в Челябинске, может быть, а здесь вот яблони, говорит, цветут и Марио вокруг. Ну, может, он всю жизнь на юбилей собирал? Нет, не собирал, нет. Не собирал? Нет, нет, не собирал. Я думаю, он каждую неделю может такой юбилей проводить. Каждую неделю, я думаю. Раз в неделю. 6 миллионов? Ну, а что ж нет, слушай, но человек заслуженный. Слушайте, а что же они там брали, чтобы счет такой вышел на 6 миллионов? Ну, аренда, допустим, аренда, но они миллион отдали, да? Ну, а что, я говорю, я не думал углубляться, я могу углубиться в меню. Пожалуйста, вот меню. Значит, устрицы, фритомисто, фритомисто, это как вот фритура микста, которую ты просишь в Марбелле обыкновенно, в Пуарто Банус, да? Фритура микста, а это фритомисто, это то же самое по-итальянски. Фруктово-ягодный каскад, ассорти из элитных сыров. Значит, дальше. Омар по-каталански. Омар по-каталански. Не знаю, мне кажется, что... Ну, хорошо, я бы по-голисейски все-таки требовал. Буррата, тартар из тунца. Ну, это так, ну что, ну что. Еле они плохо, прямо скажу, отвратительно. Карпаччо из говядины, пожалуйста. Бэби-кальмары с полентой и морскими гребешками. Это, мы знаем, это тайландские консервы. Изначально, я понимаю, его обманули. Бедный, господи, что он жрал там, боже. День рождения испортил. Меня сейчас тошнит, дай почитаю еще. Тальолини помодоро. Ну, хорошо, ничего, это мы все-таки понятны. Ризотто с трюфелями, это мы видим все равно на полки в метра. Равиоли со шпинатом. Все-все это консервы, бедный ребенок. Боже, бедный прокурор, так 50 лет служить, чтобы вот так и спаску. Специально из Челябинска летел. Морской черт под соусом ливорнеза. Вот это может быть неплохо. Ягненок на косточке. Ягненок на косточке, это который 1800 рублей за килограмм, но замороженный, я знаю, тоже видел. Это нельзя есть. Ладно, хорошо. Филе Тюрбо. Ну, это ладно, хорошо. Тюрбо может пожрать, ничего не сказать. Так, ассорти из домашних конфет. Виски Макалом 12 лет. Виски Чивос 12 лет. Водка Белуга. Я его приветствую, как акционер Синерджи. Синерджи производитель водки Белуга. И каждый человек, выпивающий хоть рюмочку водки Белуга, дает мне копейку денег. Ты знаешь об этом? Так спасибо ему. Спасибо, я же говорю, я приветствую в этот момент прокурора. Как у вас счет пополнился теперь? Ну, какая-то, смесь, мелкая. Ну, с этой скотиной хоть шерстик. А если учесть, что обычно половина счета за алкоголь-то получает? Что они пили? А нет, они пили ничего. Да. Нет, ничего, ничего, ничего. Да, но ничего выдающегося. Нет, нет, нет. Рюнар Брюд. Нет, 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 нет. Их поили поилом. Это ужасные люди. Это ужасные люди. Его обманули. Это прокурор Челябинской области. Вот на таких людях и покупаются потом Мерседесы. Потому что, я серьезно говорю, мы зарабатываем на этих провинциальных ублюдках. Потому что они думают, что мы их здесь кормим и поим. А мы на самом деле даем им тошниловку. И абсолютно блевотное. Вот что я перечислял, это он и жрал на 50 лет. Стоило 50 лет трудиться, чтобы это есть. Мне теперь жалко прокурора. Страшное дело. Тебе его жалко? Конечно жалко. А Ходорковского тебе жалче? Ох, даже не знаю. Ходорковскому чуть позже. Еще одна тема. Слушайте, про Ходорковского очень интересно. И много всего. И вообще. И Ходорковский надо сказать, надо отдать ему должное. И как бы предчувствуя результат, он был пламенен. Он был пламенен. Хорошо. Но прежде Гоголь-Моголь. Гоголь-Моголь, 99. Это женщина. Она рассказывает о том, как ее атаковали и страшно ругали матом. Серьезная большая группа чеченских юношей. Притом, чеченские юноши имеют обыкновение ездить по многу людей сразу. Из-за чувства товарищества, я полагаю. Значит, смотрите, она говорит, 24 мая, она пишет, сегодня 25, верно? Сегодня, пишет она, сегодня, 24 мая, то есть это было накануне. 16.30. Стою в левом ряду у разделителя в глухой, еле двигающейся пробке. Болтаюсь, подругой по телефону, каюсь, грешна. Вдруг вижу в боковое стекло роскошной новой спортивной Порше стоимостью около 9 миллионов рублей. Он без мигалки, без ничего сигналит, как резанный, и машет из окна полосатой палкой, чтобы все уступали место. Значит, КРА, буквы, КРА-95. КРА – это блатные номера в Чечне, потому что это Кадыров, понятно, да, это инициал. Да, слушайте, Рамзан Ахматович, КРА – это номера, которые получают не всякие, как будто бы граждане Чечни, а только такие граждане Чечни, которые прославлены верностью, прославлены верностью вождю. Ну, так вот, значит, она говорит дальше, они бьют кулаком, да, значит, ей некуда податься, ей это противно, она не подается никуда. Да, выбегает чеченский юноша, бьет кулаком по стеклу, сука, простите, господи, я начал читать. Да, нет, в смысле, он говорит ей, что ж ты так, ну, что ж ты так, он ей говорит, и матом дальше, дальше матом. Вот, а потом еще выскакивают какие-то из А-777 ММ-95, еще довольно много чеченских юношей, и они орут, вот я читаю, орут они на меня отборным матом и высовывают факи. А как реагируют другие водители? Никак. Пробка же. Никак, 95-й им можно, им можно, 95-й. Это ужасно. Да, значит, так, они ее объезжают справа, она их снимает на телефон, они ее блокируют после этого и грозят убить, и пожилой водитель вот из соседнего ряда с открытым окном говорит, слушай, вот ты связалась с ними, они же правда могут убить, и так далее. Вот интересный вопрос, который задает эта девочка, девочка на машине, которая, значит, не пропустила два паршака спортивных по 9 миллионов рублей с чеченскими номерами, которые там требовали, чтобы она, ну, в пробке, пробке, в стоячке, как-то нашла дыры, куда-то просочилась, чтобы пустить их ехать по левому, ну, не по левому, а задравшись даже на разделительный этот бордюр. Смотри, она спрашивает, кто дал право им так вести себя на дороге, первое. Второе, куда смотрит власть, при которой вся кольцевая в камерах, и там были гаишники, там были, в тот момент, когда все это происходило, гаишники, это все было напротив, ровно ДПС, ровно напротив ДПС, никакой реакции, ноль. Куда смотрят чеченские родители, то есть родители, которые говорят нам, родители чеченские нам говорят, что, ну, они юношество воспитывают в уважении к старшим. Ну, так говорят, я не знаю, может, нет, может, да. Сейчас мы спросим, кстати. Вот, откуда у маленьких чеченских подростков деньги на машины по 9 миллионов рублей? Откуда? Это что? Это за, ну, вот как? Ну, просто интересно. Я не говорю, нет, мы не считаем деньги в чужих карманах, не упаси, Господи. Ну, просто интересно, потому что это шокирующе бросается в глаза. А вы знаете, Сергей, это шокирующе, потому что это докатилось до блогов. А вы попробуйте открыть какую-нибудь социальную сеть, типа ВКонтакте, и вы увидите, знаете, там миллион таких видео. Они сами едут и сами снимают и выкладывают такие видео. А, то есть они делают это для видео? Да, это миллион подобных видео. То есть давайте спросим, потому что, значит, меня интересует... Действительно, мы же, мы же... Мы же... Слушайте, Марио, это ресторан с караоке в метро Биберево. Нет, нет, он снял другой. Спасибо. Слушайте, Варшавка въест свободно от Бутова. А меня интересуют чеченские родители. Ребят, вот кто-то из чеченских родителей. Скажите нам, пожалуйста, репутационно мы знаем, что чеченцы привержены, как это сказать, традициям. Чеченцы привержены традициям. Ну, мы знаем, репутационно, во всяком случае, нам так все рассказывают. И сами чеченцы так рассказывают. Что чеченцы привержены традициям. И вот мне... А в этой связи я хочу узнать, а это какая традиция? То есть уважение к старшим, как будто и так далее? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Вы чеченский родитель. Вот поясните. Да нет, нет, я не чеченский. А, так я прошу чеченских родителей, и когда я что-то говорю, я ровно это имею в виду. Спасибо вам огромное. 7-8-8-10-7-0. Но мне нужен кто-то из чеченцев, кто пояснит мне традиционное воспитание юношества в уважении к старшим, как причудливым образом вот здесь конвертируется в хамство. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Сергей, добрый день. Меня зовут Андрей. Вот вчера они также колонной ехали по Боровскому шоссе и гали в шашечки. Ага, спасибо. Мне нужно, тем не менее, кто-то из чеченских родителей. Потому что есть репутационно, мы знаем, что они живут в уважении к старшим. И это, я это знаю от многих-многих, от многих-многих чеченцев. Правда. И, ну, я не знаю, вот последний, с кем я об этом говорил, был не чеченец, а ингуш, президент Ингушетии. Я об этом говорил, кстати говоря, с многими ингушами, с многими. Ну, вот, если Евкуров и Аушев для вас фамилии что-нибудь значат, то я говорил с Евкуровым и с Аушевым как раз о том, что у них, они привержены очень традиционной морали. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Мне нужен чеченский родитель, который пояснит, до какой степени мы не точно информированы в этой сфере. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Алло, здравствуйте. Вы чеченский родитель? Я не... 7-8-8-107-0, 7-8-8-107-0, прошу вас, если вы чеченский родитель, поясните мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы чеченский родитель? Конечно. Да, поясните мне, пожалуйста, сколько у вас сыновей, как воспитываются сыновья, как вас родители воспитывают? У меня один сын и две дочери. Да. Правда, они очень маленькие, но я думаю, они будут воспитаны очень хорошо. Скажите, пожалуйста, вот когда мы сталкиваемся с такими, с такими, как это сказать, демонстрационной удалью, это родители потом дома ругают этих юношей? Вы знаете, я думаю, такие дети есть у всех. Да. Если вы посмотрите по Москве, наверняка, среди ночи, вот я сплю и среди ночи слышу, как гроба там, или автомобили ездят разные, очень дорогие. Да. И вы уверены, что все это чеченцы? Нет, но я знаю, что русские, в особенности москвичи, страдают атомизацией, то есть разобщенностью. И в то же время именно чеченцы, именно ингуши говорят мне о том, что они привержены традициям. Скажите, а вот спартаковские болельщики тоже разобщенностью страдают? Они страдают, именно сколачиваются... Да, вы правы, они именно сколачиваются в такие странные агломерации, ровно из-за невероятного морального одиночества, да. Да. В общем, я вот так скажу, уроды есть среди всех. Понял. Значит, я неожиданно, неожиданно, очень точно было указано. Спартаковские болельщики, ровно потому вместе, что им одиноко, они находятся в обществе невероятного морального одиночества. И они вот эти агглютинации, вот эти склеивания собственных судеб производят, борясь с невероятным одиночеством. Это совершенно разные стадии развития общества, совершенно разные. Кавказские, именно чеченские семьи, когда говорят со мной, указывают на приверженность традициям. Какая традиция заставляет чеченских подростков на машинах за 9 миллионов с буквами К, 0,95, РА, 95, какая чеченская традиция, но, видимо, ее нет. Вот, либо мы люди, либо, внимание, это очень важно, я задаю вопрос, либо эти традиции работают только внутри корпорации, и всякий раз, оказываясь на улицах с русскими, они считают нас людьми вне закона. Может быть такое? Вполне возможно, но, Сергей. Может быть, они считают нас людьми вне закона, понимаешь, да? Что их традиции распространяются только внутри их кланов. Да, потому что так в корпоративных сообществах часто традиции и мораль распространяются на членов корпорации. То есть, если ты не член корпорации, то на тебя не распространяется целый ряд положений. Но у меня есть наблюдение, что это и внутри традиции не распространяется. Я была недавно на встрече президента Дагестана с... Ой, 26 минут, слушай. Была на встрече президента Дагестана с молодежью, которая в Москве проживает, и вот он просто обратился к родителям и признавал тот факт, что совершенно перестали соблюдать традиции местная молодежь и просил как-то... То есть, даже внутри корпорации они не соблюдают традиции. Хорошо, 926, слушай, у тебя же обзор печати, давай скажем. Обзор печати. Итак, сегодня множество статьи посвящены школьникам, потому что сегодня 25 мая это последний звонок, и в пятницу уже будет ЕГЭ. И вот как раз про ЕГЭ коммерсант пишет о том, что в некоторых регионах южных, например, в Дагестане, подозрительно высокие результаты ЕГЭ. И это дошло уже до принимающих решений, и теперь результаты ЕГЭ в этих регионах будут перепроверены, будет проведено перетестирование. Эти регионы возьмут под особый контроль, и там будут присутствовать независимые наблюдатели. Также по школьной теме не все теплоходы с выпускниками сегодня смогут отправиться праздновать этот день, пишет Комсомольская правда, потому что, оказывается, не у всех продлена лицензия. Аргументы и факты рассказывают о том, когда будет конец света. Есть предсказания нашего российского космонавта Георгия Гречко. Также, как отличить больной батон от здорового, и как выглядит президент кабинета... Боже мой, как выглядит кабинет президента в России в разрезе. Об этом читайте в московских газетах. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем! Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Пробка на щелчке практически от монтажной до преображенки. Владелец К-095, РА-095, сидит ВКонтакте, и его можно найти, сообщает 117-й. Да, и если они убьют, им ничего не будет, кстати говоря, подмечают здесь наши слушатели. Номера Край, это инициалы Кадырова. Да-да, я об этом сказал. Смотрите, значит, так-так-так-так-так, проспект Мировобласть, вот я же ищу по движению. Проспект Мировобласть в районе гостиницы «Космос» на дороге валяется защита от запаски. Будьте осторожны, пишет Тошкин. Смотрите, да, так-так-так, в Королеве кругом полиция, все нарядные, делают праздничный вид, собираются в кучки потроя. Ведь сегодня день пьяных школьниц, пишет Костя, Костя с ТНР, с ТНР. Костя, Костя, да-да, мы предвкушали, мы сегодня в 8.30 беседовали с двумя школьницами, которые, вот, мы предвосхищали вместе с ними эту славную ночь, этот славный вечер и их судьбу. Ну что вы, они на самом деле не такие, как вы думаете, нет, нет, они хохочут и выглядят как пьяные, но у них природные амфетамины вырабатываются в голове. Да, одна вообще сказала, что вечером... Слушай, ты видела восьмиклассниц, которые где-нибудь становятся, восьмиклассницы начинают хохотать? О, да. Ты видела? 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 Конечно. Некоторым из них лет по 25 иногда бывает. Давид, да. Да, да, ты знаешь, а это не потому, что они пьяные. А это еще не знать, что они не пьяные восьмиклассницы. Нет, ну слушай меня, я серьезно говорю, когда они начинают хохотать, ржать, ржачная такая у них ситуация у девок, видала? Видала. Видала, сама такая. Ну слушай, значит, ну что, нет, что ли? Ну да. Действительно, вопрос, не обязательно быть пьяной. Девчонка хохочет, они сбиваются, их там трое, три, четыре, простите, не трое-четверо, трое-четверо, это мужчина, да, знаете, три-четыре. И они начинают хохотать, это не значит, что они пьяные. Но на последний звонок же традиция быть пьяным. А чем ты говоришь? Да правда. Я, видишь ли, я делал то, что я уже... Сами родители в актовый зал и проносят алкоголь. Я просто, я не знаком с этой традицией, прости, я на самом деле настолько рано прошел через все пороки, через самые ужасные пороки человечества, я прошел через все, в 13 лет. Как вам удалось? Да, через все абсолютно. Потому что выпивание спирта с вишневым сиропом, это самый мелкий из пороков, через которые я прошел в 13 лет. Я прошел через все остальные тоже, понимаешь? Поэтому к 14 я смотрел глазами усталого пенсионера на эту резвящуюся, на эту резвящуюся глупую молодежь, на этих птенчиков. Понимаешь? Так что не надо нам пули лить, чтобы мы в 18 или там в 17 проносили какое-то спиртное, от которого мы уже устали в 13. Ну, вам уже надоело. Решительно устали в 13. Да. Слушай, давай Ходорковского. Ты хочешь Ходорковского? Да, давайте же. Ходорковскому сгостили год. Он был, как это сказать, неосторожен, неосторожен раздельно, пишется раздельно, неосторожен. То есть, когда был процесс, он высказывался как человек в процессе. Понимаешь, да? А сейчас он высказывался как человек, который знает результат уже и в общем может высказываться как хочешь. Поэтому он там дураками их называл и так далее. Понимаешь? У него такая была. Да, да. Ну, то есть, он, нет, он, конечно, он говорил как человек, который в общем результат знает. А может быть, он говорил как человек, которому уже все равно? Ну, это, нет, пойми, человек, который не понимает, ну, как тебе, если тебя за кусок сахара вставят на задней лапке, жучку, поставили тебя на задней лапке, раз, тебе дали кусочек сахара. А потом тебе говорят, ну-ка встала на задней лапке, жучка. А она становится, а сахар не дают. Раз не дают, два не дают, три не дают, никогда не дают сахар. И она говорит, да пошел ты, в очередной раз, понимаешь? Да, и не встает на лапки. Ходорковский понимает, что это бессмысленно, становиться на задней лапке. И просто говорит, да вы дураки, да-да-да-да-да. То есть он им наговорил там с три короба. Вот, понимаешь? Но дело не в этом. А дело в том, что, и я хотел поставить этот вопрос на голосование и на обсуждение, что сторона Ходорковского обвинила кого-то, ну, какую-то незримую силу в давлении на суд. Что суд давит. А суд обвинил вот эту вот группу поддержки секту Ходорковского, есть секта Ходорковского, в давлении на суд, в свою очередь. Вот кто больше давит? Вот это вопрос, который я хотел задать нашим слушателям. Послушайте, а кто... Да, нет, Клинский спрашивает, будет ли он просить УДО? Ну, не знаю, не знаю. Слушайте, давайте спросим сначала вот что. Вы думаете, вот интересно, две стороны обвинили друг друга в давлении на суд. Кто больше давил на суд? Мой вопрос очень простой. Потому что у нас сейчас реклама, и я вот ровно на минуту вас оставлю с голосованием. Смотрите, сторона Ходорковского обвинила некую незримую госсилу, ну, ясно, что облаченную властью. Это там нет ни малейшего сомнения, да? В том, что эта сила давила на суд. Вы поддерживаете 916-55-81. Да, 916-55-81 больше действовала эта сила. 916-55-82 ярче и больше действовала сила, давящая на суд со стороны Ходорковского. То есть, больше какая-то госсила давила. Гонители Ходорковского давили больше на суд. 916-55-81. Нет, заметно больше давила сама сторона Ходорковского. Сторона Ходорковского тоже не детям. А вот приговор не ответит? Это не только бабушка, с той стороны Ходорковского. Это и лондонцы, это и невзвелины. То есть, люди умные, безусловно. Люди сильно не глупые. Люди, умеющие работать с массами, работать с группами-поддержками, с клакой, с сектой и так далее. Это очень опытные люди. Очень опытные люди. Поэтому не надо думать, что там задушевная бабушка какая-то с гармоникой или со свирелью ходит. Нет. Там совсем серьезные мужики и совсем серьезные средства существуют. Понимаешь? Ну, и есть возможности и умение работать с массами. Так вот, может быть, они лучше давили, раз ГОС косили. Кто давил больше? Все, вопрос, сейчас расстанемся на минуту. Кто давил больше? Больше давила государственная какая-то структура, машина, неважно. Какая-то злодейская государственная машина давила на суд больше. 916-5581. Больше сторона Ходорковского давила. 916-5582. Через минуту вернемся. Подъем. Сергеем Даренко. Нойросен. Нургалеев продолжает заявлять. Он заявил, что обязанность полицейских извиняться за противоправные действия это одна из составляющих новой модели партнерства полиции и общества. Поэтому какое-то покаяние должно сделаться типичным для полицейского. Секунду, вернемся сейчас к Ходорковскому, я с ленты просто читаю. Еще двое вымогателей, которые выдавали себя за полицейских, они вот что сделали. Они сотрудники правоохранительных органов с виду, и вдобавок у них есть удостоверение, и всяко они, в общем, сотрудники правоохранительных органов. Они вымогали у 34-летнего предпринимателя из Нижегородской области 100 тысяч долларов, угрожая, что если он не отдаст им 100 тысяч долларов по-честному, то они подбросят ему наркотики и возбудят уголовное дело. Вот, и он начал им деньги передавать, и вот их оперативники задержали. Но оказалось теперь, что они не работающие. Но это, поскольку у нас в милиции и полиции могут задним числом сколь угодно давно любого человека уволить, то они могли быть вообще в жизни ни разу не работавшими. Возможно, и так. Да, вот так. Значит, это просто с ленты. Теперь про давление. Я заканчиваю голосование, спасибо. Смотрите, вот что у нас по результатам. 70,4% считают, что государство давило сильнее. 70,4% государственной силы, облаченной властью, давили сильнее на суд, чем сторонники Ходорковского. 29,6% считают, что сильнее все-таки давили сторонники Ходорковского. Но так же, если государство сильнее давило, почему... Нет, почему? А очень важную вещь написал один человек нам на СМС. Плюс 7,925, 111, 107,0. Он говорит, послушайте, давил сильнее тот, кто продавил. Кто продавил, тот и давил. Ну, в смысле... Так получается, что... А кто не додавил, тот не додавил. Ну, это очевидно, значит. 70 на 30 примерно, да? И блистательная логика 77-го. Он говорит, ребят, продавил тот, кто давил. И тот, кто давил, продавил. А кто не додавил, тот не додавил. Ну, все. Ну, а что-то непонятного, да? Значит, давили сильнее те, кто добился результата. А кто не добился, тот давил слабее. Ну, хорошо, давайте... Давайте... Но давили обе стороны в любом случае, правда же? 7,880, 107,0. 7,880, 107,0. Попробуем быстро обсудить эту тему, если позволите. Кто больше давил на суд? И, по правде сказать, имели ли право давить на суд? 7,880, 107,0. Потому что это тоже все равно разные силы. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Виктор. Давило государство, а что ему давить? Они сказали, и суд все сделал. А позиция, она, сторонники Ходорковского, они могли давить, но только для того, чтобы суд был объективным. Можно я вас спрошу? Да, пожалуйста. А Медведев, Дмитрий Анатольевич, это кто? Медведев, это президент наш. Да, и? Вот, но там идет... И символ государства. Медведева с Ходорковским, а Путина? Нет, вы говорите, давило государство. А я спрашиваю, вот... А что, Путин не представитель государства? Секундочку. Несколько дней назад Медведев сказал, что Ходорковский на воле вообще никого не представляет никакого вреда. Понимаете? То есть, слово государство таким образом слишком обобщающе. Понятно. Но если не представляет, она и отпустите его... Нет, спасибо, спасибо, я понял позицию. Значит, на самом деле, слово государство выглядит слишком обобщающим. Что это значит? Это значит, что государство, вообще говоря, это огромная машина. И в государстве есть очень разные люди. И есть, которые считают, что Ходору по делам. Но, значит, вот отоварили и будет. Уже хватит. Есть, которые считают, что по делам первый срок влепили, так и, так сказать, неповадно будет. И очень славненько. До второго и уж чересчур. И так далее. То есть, в государстве очень разные люди. Очень разные люди. Но неведомые силы какие-то получаются. Значит, есть какая-то сила, другая какая-то сила, еще другая сила. Понятно, да? И почему-то ее не называют никогда. Ну, почему не называют? Сейчас называют государство все время, пожалуйста. Ну, государство, вот как сами сказали, общо слишком. Да, понимаете, вот это больше всего давил собственный страх. А может человек самоцензурироваться больше, чем от него требуется? На всякий случай. Стрематься. Самоцензура, ну, может быть. Ну, больше, понимаешь, да? Больше. А главная проблема. Даже журналисты, они цензурируются сами себя больше, чем от них требуют. Больше. На всякий случай. Ну, стремновато как-то и все, да, понимаешь? Посмотрите, мне в привычку входит. Ну, входит в привычку, конечно. Не называть, не говорить и все такое. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Добрый день. Да, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, кто давил больше? Да, вы знаете, тут у меня тоже вопрос. Я считаю, что он... Есть, там, Путин, который сказал, что должно быть вот такое решение. А Ходорковский он мог там давить, не давить. Он пытался вызвать каким-то чувством человеческим, которых давно уже нет. Вы имеете в виду телеобщение Путина, по-моему, в ноябре или в декабре, да? Ну, у меня, наверное, да. Да, да, осенью. Какой вопрос. Когда спрашивали у президента, может, там был вопрос, может ли Ходорковский представлять опасность? Если бы он вышел, мог бы его, да. Он говорит, никакой опасности, да. А, там был вопрос, что если бы он вышел? Ну, да, нет, если бы... Нет, 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 нет. Там вопрос, по-моему, стоял, может ли он представлять опасность? На свободе. Нет, на свободе. Он представляет ли опасность? Имелось в виду именно на свободе. Да, может ли он представлять опасность на свободе? Во-во-во-во. Да, да, да. Может быть, он имел в виду, что Ходорковский не выйдет до конца этого срока, а потом будет третий срок, поэтому он не может... Нет, конечно, нет. Президент юридически был безукоризненен. Он просто имелось в виду, что... Имелось в виду, вот как он выйдет, он тут же начнет, так сказать, там на всех с ножом бросаться, а президент говорит, нет, конечно, я думаю, нет. Ну, то есть здесь нет, конечно, но многие... Но вы понимаете, что есть люди, которые дышат этим, и которые каждое дыхание, каждое поветрие истолковывают. И это было истолковано как то, что Медведев послал тайный сигнал. Ну, никто же не знает, что у него в голове. Правильно? У каждого человека там свое болото. Ну, да. Есть люди, у которых... Он вполне может иметь в виду, что он не собирается его выпускать там ближайшие 10 лет, поэтому он и опасности представлять не может. Ну, может быть, это... Да, да, да. Почему такую версию не рассмотреть? Скажите, Ходорковский выходит в 16-м году, просто мне интересно. Ходорковский выходит в 16-м году теперь и автоматически становится политиком первого разряда, первого ряда или нет? Вы знаете, просто общество у нас уже на такой, мне кажется, грани, что уже в такой кастрюле закрытой варится, что есть... Мое мнение, что его никто не выпустит в 16-м году, потому что уже народ... Ну, сам, спасибо. Спасибо. Все-таки этот вопрос для меня интересен. Я поэтому и спрашиваю. Слушайте, потому что сам Ходорковский тоже чуточку... Понимаете, есть усталость некоторая. Да, вот увлеченность, вполне себе романтическая увлеченность Навальным у многих людей связана с тем, что от старых имен подустали. Ну, подустали. Ну, да, слишком долго. Ну, все время одно и то же, понимаешь? Все время одно и то же. И как бы ты думаешь, ну, хорошо, ну, вот Лерочка Новодорская. Ну, хорошо, ну, Лерочка. Ну, что? Ну, что? И вчера была Лерочка. И 10 лет назад. И через 50 лет будет Лерочка. И ты уже... Черт! Ну, хоть кто-то найдется еще... И потом бабах там тебе говорят. А вот Навальный, он хороший, и у него квадратное лицо. Ты говоришь, ну, ладно, пусть будет. Понимаешь? То есть как-то хочется, чтобы имена менялись все равно. И в этом смысле Ходорковский, Мальца тоже... Я сейчас не говорю о конкретной судьбе, о конкретном человеке. Я позволю тебе говорить о персонаже. И вот как персонаж, он, в общем, подутомил. Потому что он как-то сидел странно. То есть он сидел странно. То, значит, он... Как-то они, ну, их лагерь. То он опускал на нас американских нефтяников. Потом долгое время атаковали, значит, русское правительство и президента тогдашнего. Американские еврейские организации, правозащитные организации, так далее. То есть это как бы было извне, извне, извне такое, да? Извне. Потом внутри возникла некая партия, секта поклонников. И так далее. Значит, я знаю даже некоторых представителей этой секты. Потом как-то менялся рисунок. Потом Ходорковский начал писать социал-демократические статьи. И потом социал-демократические и христианские, демо-христианские статьи, которые приписывали Белковскому тогда. Ну, значит, что Белковский писал, а Ходорковский опробировал. Вот, значит, и несколько таких было демо-христианских статей Ходорковского, из которых выходило, что он кается, кается, кается и чувствует, что и прах есть, и мы во прах возвращаюсь, и все такое, да? Что-то такое вместе с Путином. Путин говорил в этот момент о Святом Франциске, неоднократно при том, он возвращается к теме Святого Франциска. И в этот же момент Ходорковский непрерывно писал демо-христианское, что-то, и тоже в духе Святого Франциска. То есть сразу два Святых Франциска было в какой-то момент. И, понимаешь, и вот уже поднадоел чуть-чуть. А вы знаете, действительно устали, потому что вчера после суда в блогах журналисты стали писать, третьего дела не будет, слава Богу, выдыхаем. То есть все устали даже ходить на эти заседания. Я просто хочу спросить, давайте по поводу усталости проголосуем, просто потому что, нет, важный же вопрос, правда? Вот в 16-м году он выходит из совершеннейшей Нельсон Манделла и сразу делается президентом в 18-м. Да? Значит, да, 916-55-81. То есть его ждет блистательная политическая будущность. 916-55-81. Ходорковский, когда выйдет в 16-м году, то он автоматически, практически автоматически делается президентом в 18-м и так далее. И его ждет блистательная, ну, во всех случаях, политик первого ряда мгновенно. 916-55-82. Нет, все-таки как-то подустали, вот по сегодняшнему ощущению. И как-то вот подустали. 916-55-82. Через минуту, когда я буду говорить с биржей, подведу результаты. Ладно, договорились, погнали. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. 954, Лев Быстров, Лев. Здравствуйте, Лев. Я иногда... Здравствуйте, Лев. Доброе утро. Я иногда оставляю голосование на эту рекламу. И сейчас я подведу быстрые итоги вместе с вами. Слушайте. Когда в 16-м году Ходорковский выйдет из тюрьмы, он автоматически входит в первый ряд политиков страны и тоже с высокой вероятностью становится президентом в 18-м. 40,2% наших слушателей. Нет, все-таки мы подустали от него. Как-то немножко поднадоел. И маловероятно, что он вообще станет политиком первого ряда. 59,8%. Это не Нельсон Мандела. 59,8%. Вот, Лев, возвращаемся к бирже. Ну, на бирже немного более спокойно, конечно, вчера все-таки. И, как сказать, отыграли снижение. Откупили до 1800 пунктов по индексу РТС. 2% по итогам дня фактически. Но вечером наметилась некая все-таки коррекция. До полпроцента, например, в Роснефти и Норильском Никеле. Лучше рынка, там, Газпром и Лукойл выглядели. До 0,3% рост. В целом, но в целом все-таки фьючерсы у нас смотрят и на индексы, и на контракты, на акции вниз. И сегодня, может быть, все-таки утро продолжится с небольшим снижением. Но, в целом, есть надежда, что внутри дня мы увидим, конечно, и рост активности на выходе новостей, и даже, может быть, более высокие уровни по индексам. Лев, добренький, пока я пароль не буду вводить в свой айфон, посмотрите, что там доллар-евро. Ну, доллар, пара доллара, евро она теряет на текущий момент полпроцента, уже 1,4035. 1,4035. Вот, рано утром было 1,4095. Хорошо, спасибо большое. 9,56, движемся дальше. Погнали. Подъем. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Я Андрей Черногоров. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, как вы живете? Отлично. На сегодня индекс доступности госзаказа на 360 пунктов, рост почти по всем категориям, кроме здравоохранения и телекома. Такие лоты предлагаем вниманию радиослушателей. Да. Организация проведения фестиваля детского телевидения на 2,9 миллионов рублей по заказу Роспечати. Поставка яблочного и апельсинового сока для МВД России на 2,25 миллионов рублей. Два лота. Художественное оформление выставки, расширенное кино, медиафорум 2 миллионов рублей. Два миллиона рублей. И переплет газет из фондов Российской государственной библиотеки в 860 тысяч рублей. Спасибо большое. Апельсиновый сок для милиции. Это самое интересное, конечно. Спасибо. Хорошего дня вам. Движемся дальше. В движении. Движение. 788-107-0. Движение. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Сергей, доброе утро. Евгений Москва. Да, Евгений, где вы? Я пытался выехать по профсоюзной из Москвы. Пробка жуткая. И сейчас пытаюсь по Ленинску проскочить. Смехлухмакла. Из Москвы нельзя выехать. Ничего себе. Еще звонок. 788-107-0. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Эх, нет. 788-107-0. Алло, здравствуйте. Так, не очень. Не до конца понимаю. А, я эти не отбил. Они у меня висят в линии. 788-107-0. Да, здравствуйте. Добрый день. Да, где вы? Дмитровка едет. В область все хорошо. Здесь стоят гайцы. Ловят, да? За скорость? За что? За скорость ловят, да. Да, на выезде по Дмитровке ловят за скорость. 9.58-спорт. Подъем. 10 часов 4 минуты. Среда. 25 мая. Здравствуй, Великий Город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Праздник, 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 праздник. Клили Федисова и сегодня еще в последний звонок. И мы говорили со выпускницами, мы говорили с девчонками. Мы говорили с одной веселой-веселой хохотушкой и с другой анарексичной японской принцессой. И мы пожелали им счастья и хорошего праздника сегодня. Мы желаем хорошего праздника всем выпускникам, вернее, всем выпускницам. Да и выпускникам что-то. Нет, выпускникам мы не станем желать ничего. Да они же так обделены, получается. Выпускники? Все, внимание к выпускницам. Конечно. А что вы хотели? Выпускник есть омерзительная, неоформившаяся личинка человека. Выпускник – мальчик. Это омерзительная, вызывающая оторопь, личинка будущего мужчины. В то время как выпускница – это прелестный прообраз, так сказать, и образ, и все такое. Понимаешь, да? Да. Ну так вот, разница налицо. Разница налицо, ну жалко выпускников. Это мрачное существо. Я говорю сейчас о выпускнике, который есть личинка будущего мужчины. Это мрачное существо. Все равно сплевывает за задним крыльцом школы. И перед передним крыльцом тоже сплевывает, потому что у него обильно образуется слюна от того, что он курит какое-то говно. Ну что мы говорим сейчас о выпускниках? Надо говорить о выпускницах, которые сглатывают слюну, образующуюся от сигаретки. Понимаешь, и так далее. То есть это совершенно все по-другому, и как это выглядит, все это снаружи. Выпускница прекрасна. Выпускница прекрасна, конечно. Слушай, значит, давай вот что. Сейчас, очень смешная вот здесь. Возил, 80-й пишет. Возил на днях собаку на прививку. Врач сказал, что ей две недели нельзя расстраиваться. Собойке нельзя расстраиваться. Надо ее веселить. Посмотрите, я знаю, как сделать так, чтобы собака ни разу не расстроилась. Не показывайте ей пьяных и велосипедистов. Если вы, если собака, собака, потому что собака может расстроиться, увидев пьяного, и она невероятно расстраивается, и приходится реально откачивать потом. Если собака увидит велосипедиста. А если же я на велосипедист? Я на велосипедист совсем грязно. Совсем грязно. После этого собака... Нет, придется ее усыплять уже. Все, все, собака выйдет из равновесия. Навсегда ее придется усыпить. Да, хорошо. Значит, на Минке возле Одинцова в Москву, Ауди А8, А, 381 МР, несется по встречке с мигалкой, сообщает нам, 82-й. Куда же он опаздывает, голубчик? Слушайте, он едет в Москву. А что же он едет в рукопоминке в Москву в 10.07, скажите на милость. Может быть, он на работу хочет? А почему он не мог поднять свою сановную задницу чуть раньше? Не знаете? Это наоборот, рано в 10.07 на работу для них. 10.07 рановато. Конечно, надо к 12. А я тебе скажу, что это. Это уже вторая естка. Это вторая естка. Как это? Вот так это. Он отвез шефа на работу и вернулся за самочкой высокого чиновника. Он теперь везет самочку. Вы думаете, высокий чиновник в 10 уже на работе? Да, именно так. Именно так. Он отвез, внимание, ты не понимаешь. Он отвез высокого чиновника к 9.15 в департамент. Он отвез его в департамент. Я наставил. Вернулся за самочкой чиновничей. И сейчас он везет самочку в пассаж. А может быть, он отвез сына чиновника в школу, а теперь чиновника на работу? Теперь чиновника на работу. Внимание. Тогда вы увидите его и в третий раз. А теперь он привезет чиновника к 10.30 на работу. Справедливо? Вот, теперь справедливо. И в 11.30 повезет его самочку в пассаж. Вот как все будет. Ах, как это прелестно. Смотри, это говорит о стойких семейных традициях нашего контингента. Правда же? Смотри. Значит, столкновение, боевое столкновение между пограничниками в Астраханской области и Республикой Калмыкия. Между Астраханской областью и Республикой Калмыкия, насколько я понимаю, а нет, Астраханская область и Республика Калмыкия вместе, вместе, это одно управление пограничное. Они там берегут границу. И воюют, в бою, в бою, ранят сейчас местных жителей, больно ранят, в селе Байбек. Значит, бой идет, идет, там по 15 юношей приходят избивать пограничников. И они повадились избивать пограничников, пришлось открыть стрельбу. То есть, они постоянно нападают. Причем один юноша отобрал автомат. Отобрал автомат. Говорит, он тебе не нужен, сынок, сказал юноша. А вы же видели, как конфликт завязался? Нет, расскажи мне. Ехали два пограничника на машине и ехали юноши. Они стали ради какого-то веселья, видимо, почему-то без всякой причины подрезать пограничников. А у них не было оружия. У пограничников не было оружия. Не было в этот момент оружия. Их избили очень сильно. Пограничников избили. Местные юноши. Местных юношей было больше. И вот пограничников избили, они отправились в часть, а местные юноши, они почему-то были все еще недовольны. И они пошли в количество 15 человек разбираться к пограничникам. Вот. То есть они их сначала избили, а после, сколотив шоблу в 15 человек, пошли избивать по новой. Да. И тогда пограничники принялись стрелять. И один, у одного отобрали автомат. Кто отобрался? Юноши. Юноши, да. Да, юноши. И вот, кстати, того, кто отобрал автомат, тоже задержали. То есть уже выяснили, кто именно отобрал. Да. И он начал стрелять. Слушай, а можно было их убить, просто всех юношей вот этих? А мне кажется... Как было бы правильно, выгодно для всех, и абсолютно правильно описывал бы ситуацию, если бы эти 15 юношей местных, там, Астраханско-Калмыцкого округа были застрелены в бою с пограничниками. Ну, потом бы же сказали, что пограничники были неплохо. Я бы первый здесь приветствовал пограничников. Я бы первый, кто бы сказал бы. Мы бы быстро заткнули его язык, ему в задницу. Слушай, если бы они застрелили, там, этих 15 местных юношей, я бы первый аплодировал. Больше, я считаю, что надо было потом пройтись с рейдом по соседним деревням еще. Пройтись с рейдом по соседним деревням и... Что там сказать? Ну, а все, я останавливаю свои кровавые инстинкты. Понимаешь, да? Кстати, автомат Калашников был с боеприпасами. Ну, а какой еще? Они с Узи, что ли, должны воевать? Я не понимаю. Хорошо, давай. Гомера Симпсона переводят в новый мультфильм. Ты знаешь об этом? Как это? Гомера Симпсона переводят в новый мультфильм, товарищи. Ровно через минуту вернемся. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Поехали, поехали. Гомер Симпсон перешел в новый мультфильм. Я имею в виду, что Сергей Миронов переехал из одного мультфильма в другой. А я вам поверила, что Симпсон... Нет, Саша, чаще мне верь, вот и будешь все время дурой. Слушай, серьезно тебе говорю. Но он же правда Гомер Симпсон? Да не похож он на меня. Сергей Миронов, Гомер Симпсон, я тебе говорю, по характеру, по поступкам, по всему. Алло. А вы часто Симпсонов смотрели? Не часто, но фундаментально. Я смотрю, Симпсонов сразу целый диск. Понятно? DVD. Симпсонов пирожными, пончиками объедается постоянно. Вот вы видели Миронова с пончиком? Миронов вот здесь у меня сидел в кабинете, разбил мне блюдце. Что ты мне говоришь? Блюдце разбил от чашки. Потом знаешь, что он сделал? Что? Он так покрутил. Он сказал... Нет, смотри. Чашка прилипла к блюдцу. Я тебе рассказываю про Миронов. Но это какой-то себе его характеризует как хорошего. Правильно? Потому что я ему в пользу. Я сейчас на него работаю. Внимание, смотри на меня. Он берет, у него чашка с блюдцем. Ты поняла, что я сказал? Он берет чашку и ее тащит так вдоль стола. Ну, ясно пень, что и блюдце тащится. Так тащит вдоль стола. Потом стол заканчивается, а Миронов все еще тащит их. Понимаешь? Нет? Значит, блюдце шараха пол. Бум! Раскалывается. Он говорит, а я думал... Говорит он, внимание. Он говорит, а я думал, что они вместе. Ну, в смысле, что они из одного материала. Я, значит, что я делаю, смотри на меня. Я говорю, ха-ха-ха, говорю я. Да ничего, это к счастью, говорю я. К счастью, говорю я. Вот скотина. Я говорю, это к счастью. Понимаешь? Ручная роспись, да. Японский фарфор, очень тонкий. Это к счастью, говорю я. Какое счастье, что вы его разбили. Как это мило. Разбейте же и чашку, говорю я. Да шарахнете. Ни в чем себе не отказывает. Я вас уволняю. Понимаешь? Он абсолютный Гомер Симпсон. Но Гомер Симпсон безответственный работник. Он славится тем, что он сидит с закрытыми глазами на своей атомной станции. Ух, не могу с этой женщиной. Слушайте, значит, я сейчас сделаю следующее. Я сейчас вас... Ребят, кто меня поддерживает, просто проголосуйте. Это просто 30 секунд. Да, Сергей Миронов, Гомер Симпсон. 916-55-81. Нет, он не Гомер Симпсон. 916-55-82. Сергей Миронов есть действительный Гомер Симпсон нашего времени. 916-55-81, да. 916-55-82 нет. Пожалуйста. Все. Мать, я тебе говорю. Да, ест пирожные. Все делает это. Все делает. Все. Он переезжает в новый мультфильм. Мультик называется теперь у него «Дума». Понятно, да? А был мультик «Совет Федерации». Причем, это все равно мульты. Ты понимаешь, что они не люди? Ты понимаешь, что они не люди? Я тебе внимание. Все. Причем все. Ты понимаешь, что это мульты? А кто же тогда мистер Бернс? Сейчас подумаем. Уже теперь в новом мультике же должен быть. Да, в новом мультике. Ну, скажи сам, а ну кто? Грызлов? Грызлов как-то нет. Грызлов – пес мистера Бернса. Я тебе говорю, потому что у него очень честный и умный взгляд. У Грызлова… Тогда еще надо искать пару. У него же тоже есть мультфильм. Я очень серьезно. Я высоко кодирую Грызлова. Именно за его необычайно честный, умный взгляд. Какой я встречал только у сеттеров и у лошадей у некоторых пород. Понимаешь, вот у человека, человек по душе, по своей мерзлости. Он хитрый, все время против заботы. Но, ну, Грызлов не такой. Грызлов честный и очень умный внутренне. И внутренне страдающий за несовершенство человеческой природы. Конечно, нет. А кто тогда Бернс? Давай подумаем. Ну, кто? Даже сложно представить. Бернс охотился на Архаров, его больше нет. Все. Да. Вот так. Все. До свидания. Значит, мы заканчиваем это голосование. Никакого Бернса нет больше. 68,1% считает, что Сергей Миронов действительно Гомер Симпсон. Ну, что, мне придется согласиться. Не спорься со мной, пожалуйста. 31,9% придется согласиться. Мы тебя растоптали массами. Массы. Ну, 31,9%. Массы вас подавили. 31,9%. Ты думаешь, от скольки считает моя голосовательная машина? 31,9% промеля от тысячи. Но я смотрела все серии. А, нет, процентов, простите, ладно, процентов. Симпсонов. Я знаю Симпсона, как все они не знают. Ну, в чем несовпадение, объясни. Все, давай быстро, несовпадение. Потому что Симпсон, он, во-первых, он с ума сходит по еде. Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы Миронов сидел... Миронов тебе не рассказывал! Миронов тебе не рассказывал о том, как он любит эту тушенку у костра? Ты чего? Миронов как раз... Он подфуд. Миронов любит, конечно, он же это рассказывает. Он говорит, какой такой простецкий валенок такой абсолютно. Ну, чего ты? Ну, нет, все, не... Сейчас сама попадешь в семью Симпсон, но еще полслова. Все, хватит. Ты кем будешь, кстати? Лизой, можно? Лизой, вот эта, которая с соской... Нет, это Мэгги. Мэгги, ты будешь Мэгги. Я не хочу быть Мэгги. Все, сиди Мэгги, ты будешь Мэгги. Сидите Мэгги, пожалуйста, дайте мне продолжить. Мэгги? Можно я продолжу Мэгги? Никита Михалков написал новое интервью в Комсомольскую правду. Никита Михалков, Никита, Никита Михалков, он написал, мне очень грустно, что вопрос Мэгги искусственно и неуклюже заслонил то, что по-настоящему должно волновать всех. Он, потому что, он говорит, вновь чувствует необходимость высказаться и чувствует необходимость быть услышанным обществом. По вопросу вот какому, понимаешь, Лиль, люди думают все время, гад он или не гад. Он, в смысле, он конъюнктурщик, и в этом смысле, конечно, скотина. Или нет? Потому что все думают, сперва отняли мигалку, а потом он ушел под предлогом, что в прошлом году были натовцы. Или он, терзаемый абсолютно вот этой мыслью о натовцах, а потом уже отняли мигалку. То есть сначала он латентно ушел, но он не проявлено, еще не проявлено он ушел, трансцендентно ушел, понимаешь? Да. Он трансцендентно ушел в момент, когда натовец вступил на Красную Площадку, он ушел, но не проявлено. А потом, когда... А его профанистическое тело продолжало ездить на мигалке. На мигалке. На мигалке. Профанистическое тело. Но его сакральное тело, вот это вот, его дух его, мятежный, он восстал уже против НАТО. И, понимаешь, да? Да. Так вот, в чем дело? И люди этого не могут понять. И в силу своей грубости и приверженности материализму... Он же там пишет, говорит, что Минобороны, они же скрыли 90% статьи, только самое гадкое... А вот он будет требовать, чтобы они это опубликовали, видимо, у него свои копии весьма нет. Никита Михалков обеспечен духовной работой в ближайшие лет 40. Он будет нам объяснять, что мы его не раскусили, братцы. Мы его не раскусили. Потому что он в момент, когда натовец попрал Красную Площадь, в ту же секунду, он почувствовал низость всего этого и сделался печален. Сакральное его тело сделалось печален. А профанистическое тело продолжало, следуя колесу сансары, ездить с мигалкой. Но на это не следует обращать внимания. Потому что он уже прозревше стал бодхисатвой. Понятно, да? Понятно, да. И это следует объяснить нации в грядущих 50-60 интервью «Комсомольской правды». Это, да? Всем, всем он будет. Анна Балуева, которая берет у него интервью, беспрерывно теперь, беспрерывно. Она исповедует его, можно сказать. Нет, вчера в «Известиях» было же. Кто там был? Это всегда «Комсомольская правда». А вчера в «Известиях» все время бабом исповедуется. Он все время исповедуется бабом, что нация нехороша. Нация, конечно, в общем, конечно, никудышная. Так, хорошо, подождите. МВФ еще. МВФ, я хочу понять и дополнить вашу картину. Он приставал еще и к стюардессам. То есть, Строскан, говорят, создал гнездо разврата там у себя в МВФ в Вашингтоне. Да вы что? Кроме того, когда он летел в этот раз, он приставал к стюардессам в самолете Air France. Так же? Нет, мы не знаем как. Значит, но он приставал к ним. Прямо Air France. Потому что они его чаще понимали и во французский, и он их не приставал по-французски. Потом он приставал к консьержке. Потом он приставал к администратору гостиницы. Потом он приставал к уборщице. Таким образом приставал, что у нее на одежде следы спермы. И я хочу в этой связи пригласить позвонить нам кого-нибудь, мужчину 62-х лет. Пожалуйста, мужчина 62-х лет, позвоните, пожалуйста. Для меня важен и биологический аспект проблемы. Если вы можете... Почему он... Слушай, а что это? У меня сломалось, что ли, нафиг все, и все? Нет, сейчас завершить сейчас. Сейчас мы его снова откроем. Для меня важен... Мне нужен мужчина 62-х лет, либо такой вот еще свеже почти 62, который еще помнит, как это 62. Я имею в виду, может, ему 63. Но не 84, пожалуйста, ладно? Значит, давайте. Мужчина 62-х лет, позвоните нам, пожалуйста, один для эксперимента. Вы станете участником биологического эксперимента. Пожалуйста. Вам 62 года, и вы хотите стать участником биологического эксперимента. Пожалуйста, спрошу вас. Алло, здравствуйте, да. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Вам 62 года. Мне 63. Звучит меня, Роман. Роман, вопрос. Строскан летит в Америку и пристает к стюардессам. Две свидетельствуют, что он пытается их трогать и говорит все время нескромные какие-то вещи. После чего, заселяясь в гостиницу, обратите внимание, пристает к консьержке, которая ведет его, вот эта тетечка, ну, нянечка, которая ведет его с чемоданом. После чего звонит администратору, приглашает ее целоваться в губы и пить шампанское. После чего изливает семя на горничную. Скажите, пожалуйста, как часто это бывает в среднем с мужчиной 62 лет? Вот вы мне скажите. Я считаю, что это какой-то бред, потому что либо его надо на психиатрическую экспертизу провести по поводу его неменяемости. Да. Или сексуальной озабоченности, потому что, возможно, в этом возрасте уже есть какие-то отклонения в плане того, что хотелось бы... Ну, вам 63, ему 62. Ну, 62 года нормальный, в общем-то, по-моему, человек должен адекватно реагировать при наличии жены и детей, чтобы вот так вот распустить себя. Тут два варианта. Либо это действительно человек невменяемый, либо это просто четко организованная провокация. Как провокация, то есть ему дали там бред? И складывается у человека, что он выпил столько, что уже в самолете начал приставать, потом начал консьерж, какой-то бред. Да, да. Значит, вы думаете, что либо он переклинина голова, то есть это продукция головного мозга, но обратите внимание, что кроме эрекции он и продуцирует, то есть у него сперматогенез очень активный. То есть он заливает гувернантку эту, понимаете? Горничную. Горничную. То есть он не просто возбужден, но и способен продуцировать. Наверное, многие 62 года ему позавидовали. Я поэтому с недоверием отношусь к этому. А потому что седина в бороду, бес в ребро. Бес в ребро, мать. Бес это совершенно другое. Бес говорят не про это. Бес не говорят про биоматериал. Бес говорят про желание. А тут совпало чудесным образом. Совпало три вещи сразу. Послушай меня. У строскана совпало три вещи сразу драматическим образом. Во-первых, бес в ребро это желание. Либидо. То есть у него либидность возникла. Второе, что у него возникло, это эректильная функция наряду с либидо. Понимаешь? Потому что бывает либидо без эректильной функции. Бывает эректильная функция без либидо. Понимаешь? И сперматогенез тоже возник у него. У него сейчас три сошлось. Три. Три. Ну вот смотрите, первые два это фармацевтика, а третий побочный эффект. Чего? Принятых лекарств. Не знаю. Слушай, у него сошлись три вещи сходу, и тут появляется четвертое. Бабы. Вокруг него непрерывно ходят бабы. И ходят нарочно ходят. Понимаешь? А вот сейчас выяснится, каждый день выясняется все, потом выяснится, что не только к бабам приставал. Нет. Нет? Нет, только к бабам. Только к бабам. Как честный человек он приставал только к бабам. Как офицер он. Значит, мы должны исключить сумасшествие. Значит, он различал кому-то. Ну что, различал? Внимание, он не приставал ни к козам, ни к сикхам, ни к таксистам и так далее. Он только приставал к бабам. Понятно? Значит, из этого следует, что он был умственно здоров. Еще один мужчина 62 лет. Слушай, я тебе обзор печати. Мне нужен мужчина 62 лет, пожалуйста. Очень-очень нужен такой именно. 62 лет. Алло, здравствуйте. Вам 62 года. Как вас зовут? Так, меня зовут Егор. Егор. Понимаете, вы немножко не то подозреваете. Дело в том, что биологический материал, вы понимаете, какой, да? Да. Можно добыть раньше с помощью проституток элементарно. Это делалось всегда. Это вполне может исполнить. Это еще до революции эти штуки делали. Такое выражение, как пальцем или не пальцем деланное. А-а-а-а. Ферштейн. Я понял. Их Ферштейн. Пожалуйста. Ферштейн зи. Ферштейн. Их Ферштейн. Слушай, такое было с футболистом с одним в Лондоне. Помнишь? Да, распространенное. Нет, как это было с футболистом? Ты помнишь или нет? Нет, не помню с футболистом. Но я помню, что Моника Левинский сначала говорили, что она подставила. Моника Левинский, она, так сказать, из-за того, что там солнце, снега, разве нет. С футболистом же было. Когда официантка поймала его по дороге в мужской туалет. Футболиста известного, знаменитого, я сейчас найду кого. Она поймала его по дороге в туалет. Забрала биологический материал созданием вакуума губами. Сплюнула тут же в пробирку. Тут же мгновенно взяла такси. Поехала в лечебницу. Сделала искусственное благотворение. Потом сказала, да. Че, не знаешь этого случая? Нет. Тьфу ты, господи, она ничего не знает. Сейчас я через минуту. Да, все, делай обзор печати, я пока поищу, так? Подъем. Обзор печати. Итак, печатные СМИ обсуждают сегодня в основном четыре темы. Это то, что сократили срок Ходорковскому и Лебедеву. То, что Тимошенко и Юлию вчера задержали, а потом отпустили. Миронов в последний день в Совете Федерации. И, конечно же, школьные темы. Это ЕГЭ и день выпускника сегодня. Михалков продолжает раздавать интервью. Вот сегодня в «Комсомольской правде» можно почитать. Кое-где он повторяется. Например, он опять произнес фразу «Посмотрим, кому будет хуже, если я сниму мигалку». Также сегодня российская газета рассказывает о том, что Москва стремится попасть в десятку самых гостеприимных мегаполисов. Еще интересная статья в «Московском комсомольце». Оказывается, глава сельского поселения Завидова объявлен в международный розыск. И знаете за что? Он требовал взятку 45 миллионов рублей за то, чтобы подселить в соседей к президенту. То есть он продавал участки, но чтобы купить этот участок он еще и брал взятку. Потому что там как раз по соседству находится дача президента. Известия рассказывают о том, что планируется ввести наказание за производство самогона. Частников именно. То есть сейчас у нас действует закон о том, что запрещено производить именно каким-то юридическим лицам самогон. А теперь просто участковые будут ходить по бабушкам в деревнях и смотреть, чтобы они не продавали алкоголь. Проблема в том, что алкоголь часто бывает этот паленый. Новая газета рассказывает о том, что в армию под видом отечественных продуктов стали поставлять китайские. То есть это продолжение темы про собачьи консервы, которые были в армии. Так вот рассказывают, что и не такое там можно встретить. Московский комсомолец рассказывает о том, удалось выяснить изданию, какие теперь будут станции метро новые строить. Там такой получается кое-где даже арт-дизайн необычный можно посмотреть там. И газета Труд в Египте хотят ввести дресс-код для туристов. Теперь женщине будет запрещено носить брюки и шорты. Зато юбка должна будет быть ниже колен и руки полностью закрыты. А сейчас новости на РСН. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Ну, я обещал, серьезно, я не работаю в Краеведческом музее, но я обещал, скажу, Борис Беккер. Спасибо огромное. Человек 50, наверное, бросили мне смс-ку, что это был Беккер. Это не теннисист? Нет, это не теннисист, конечно. Значит, плюс 7 925, 101 107 0. 101 107 0. Это было в феврале, процесс начинался. Вот смотрите, я читаю по газете «Коммерсант» 20 января 2001 года. 2001 года. Можете представить первый год? 2001 год можете себе представить? Это еще, смотрите, еще Ходорковский не сидит ни разу в 2001 году. Еще только он сядет 25 октября 3 года. Еще компания не началась против Ирака, еще Саддам Хусейн правит в 2001 году. Да, вообще все по-другому было. И Полисовская жива, и как раз только «Миллениум» все ждали. Да. Значит, вот это 20 января 2001 года Анжела Ермакова, Анжела Ермакова, русская, против Бориса Беккера. Значит, сам господин Беккер утверждает, что его половой контакт с Анжелой был такого свойства, что физически не мог привести к зачатию. Потому что она его поймала в мужском туалете. И он ее не оплодотворял. То есть, понятно, да? Вот. Значит, она сама сплюнула в пробирку и сама себя тут же на месте оплодотворила. Вот что. Не ездила к никакому врачу, не брала такси, ничего. Значит, мне очень повезло. Прямо там же на месте. Потому что семья имела свои свойства примерно 10 минут. Поэтому она должна была пулей выплюнуть в пробирку, пулей, все это, значит, и так далее, и так далее. Все пулей сделать. Да, и у них теперь, значит, рабенок. Так, дальше там. Это все. Это я прочитал просто «Коммерсант» и открыл статью. Так нет, расскажите, с Росканом, я думаю, больше возиться не надо. Но сам удивительный случай, все равно, а меня спрашивают, а жену какого-нибудь 62-летнего спросите лучше. А вот Бонифаци, например, пишет, почему он тогда не приставал к судье, если ко всем приставал? Да, слушайте, а жена, действительно, может быть, позвоните, пожалуйста, если вы супруга 62-летнего мужчины, 788-107-0. Потому что нам кажется в высшей степени подозрительным, что весь свет, целый свет сходится в свидетельствах против Доминика Строскана. То есть он по пути, он непрерывно клеит стюардесс, потом он хватается за девушку, которая показывает ему номер, потом он звонит администратору, потом он пристает горничать и так далее. То есть он подряд, как минимум 5 женщин свидетельствует, что он на них нападает, и он успешен в своей вот этой сексуальной агрессии, неуемности какой-то. И кроме того, говорят, что он вообще МВФ превратил в бордель. Если вы жена 62-летнего, если вы жена 62-летнего мужчины, скажите нам, пожалуйста, насколько это медицински подтверждается? Алло, здравствуйте, да? Алло, здравствуйте. Ну, я не жена. Нет, вы не жена. Нет, вы не жена. Хорошо, значит, поехали к Голиковой, которая жена, безусловно. Голикова жена? Да, Голикова жена, а ножка жена ждет-то. Да, ножка-то же ждет, у нас в больничке лежит. Слушай, а сколько, интересно, мужу этой самой Голиковой, не все равно тебе в этом контексте сейчас? Ну, может. Христенко, Христенко его зовут? Христенко, Христенко Вики, дай-ка, мне очень важно, Христенко Виктор Борисович, 57-го года он. А я вам зато фото... 57-го года, потому что мы его в 19-м году позвоним Голиковой, в 19-м году Голикова будет знать, что такое 62-летний мужчина. Да, посмотрите, я вам нашла фото жены Струскана, симпатичная. Да это ладно, что теперь, слушай, давай, нет, у нас ножка ждет, у нас Голикова ждет, давай делом заниматься. Значит, вот что у нас происходит. Голикова, она в 19-м году нам расскажет, что такое жить 62-летний мужчина. Значит, в Минздравсоцразвитие заказали за 5 с небольшим миллионов рублей, за 5 с небольшим миллионов рублей, заказали вишневую мебель. Понадобилась она для помещения, там 40 предметов, 40 предметов из вишни. И мы читаем это с удивлением, но потом нам объясняют, что мы недотепы и не все понимаем. Оказывается, здание-то историческое. И тут невозможно совершенно, да-да-да, вот это вот, а ножка, которая в больничке сейчас у нас пребывает, значит, да. И она нам сейчас расскажет про больничку у Голиковой. У Голиковой лежит. А ножка сейчас воцарилась у Голиковой, чтобы ее третировать нарочно. Алло, Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Настя, поясните, пожалуйста, слушательская аудитория, совсем примерно нам не надо диагнозы, почему вы в больнице, что это вам, вот заблажь такая пришла. В детское инфекционное отделение попали с малышом. Детское инфекционное отделение с малышом. Скажите, мы сейчас обсуждаем как раз этот казус, когда 40 предметов из вишни купила Голикова. Вишня, я понимаю, просто там более благородная мебель. Для того, чтобы нам объяснили, что это из-за интерьеров, потому что трудно поставить там, допустим, из бука или граба, потому что это тогда оскорбит художественные чувства. Понимаете? Красиво, да. Ну, говорят, что вот именно, строго говоря, вишня, она вот в самый раз подходит по интерьеру к помещениям Голиковой. Понимаете? В этом, возможно, да. Да, 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 понимаете? Слушайте, так расскажите нам о больнице вот здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас фактически вы у Голиковой лежите. И что там, всюду вишня? И что там? Расскажите. О, да. Здесь, во-первых, отделение находится отдельно от больницы. И именно инфекционному отделению было бы здорово получать анализы, например, в течение часа. Да. Если бы отделение находилось в больнице, то это бы было так. Но поскольку это не так, анализы приходят лишь через день. На следующий день? То есть именно в инфекционном отделении чертовы анализы ровно через день приходят? Да, 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 да. Машины в одиннадцать уходят, опоздали, все. Вот. Ну, это... У них нет объединенной системы компьютеров, мне заведующая рассказывала. Но это другого плана, порядка, проблема. Но здесь есть еще и ряд просто вот чисто бытовых условий. Знаете, меня задело. Я читала про этот гарнитур. Да. Вот. Здесь на крыле, в котором лежат малыши, десять палат. Из них, ну, примерно десять, примерно шесть четырех местных. И туалет всего лишь один. Это, может быть, они исходят из того... Послушайте, Настя. Может быть, они исходят из того, что малыши ходят под себя? Малыши-то ходят под себя. Дело в том, что это отделение строилось когда-то, когда дети будут лежать вовсе одни, потому что мамы должны работать. Это еще в советские времена. Поэтому тут туалетов и не делали. Но дело в том, что с тех пор-то все изменилось. Да. Вот. Но перевести отделение пока еще никуда не перевозится. То есть, скажите, это грудные дети, они лежат с мамами. И сколько же мам приходится на один унитаз, если позволите мне такую статистику исчислить? Да, да. Тут есть, значит, один унитаз на довольно большое количество мам. Ну, как сколько? Как сто мам? Как двадцать? Как сколько? Ну, мамы здесь около тридцати, я думаю. Около тридцати мам. И один унитаз. Один унитаз. Причем он самый дешевый, как вы понимаете. И бачок устроен таким образом, что вода не всегда набирается. Да. И поэтому вы не всегда имеете возможность за собой смыться. Ну, я понимаю. Вы поняли, да? Да. И при этом это мамы, что по существу лишает их возможности. Если бы это были папы, они бы за угол могли сбегать. Но мамы нет, нет, нет. Да, мамы совершенно не могут. Ну, и такие мелочи, как, например, невозможность... Ну, детей нельзя выносить с собой, естественно, за пределы палаты. Да. То есть вы убегаете в туалет, пока ваш малыш истерично сидит, кричит, а вы бежите из детства. Может быть, бывает, что очередь в туалет и так далее. Когда вы узнали об этом, да. Вот скажите, а вот у вас есть какое-то чувство, что, например, вы будете услышаны? Вот сейчас, Настя. Мы говорим с Настей Анушко, она в инфекционном отделении вместе с малышом. Вместе с малышом в качестве мамы. Настя, слушай, хорошо, а будете вы услышаны? Вот вы, я имею в виду, вы 30 мам горюющих там в этих ужасных условиях. И, например, вы ждете от Голиковой поступка, что она скажет, к черту вишневую мебель за 5,1 миллиона рублей, я обойдусь, может быть, какое-то короткое время, может быть, дубовой мебелью или грабовой, а вы, девочки, там я вам улучшу условия. Может такое быть? Нет, 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 нет. Ну, я боюсь, что нет. Нет. Ну, тут много таких. Я бы Голикова пригласила, конечно, посмотреть. Я молчу про облежшую краску на подоконниках или положенный поверх старого линолеума новый линолеум, который такими волнами, зырками, что где есть. Но это все мелочи. Дело в том, что все мамы, которые здесь находятся, и ваши люди, мамы, детьми, они мечтают только об одном, поскорее там вылечить ребенка, чтобы ребенок встал на ножки там и все такое, и выписываться. И жалуются, поэтому никто ни на что, конечно, не будет на какие бы там выходят. Тем более, что врачи замечательные. Врачи хорошие. Да, да, понимаете. И еще есть такая опасность, честно говоря, вы сказали, что... А вы врачам сказали про Вишневу и Вебель за 5,1? Они все знают. И они защищают, конечно, они солидарны своим министрам. Я вас умоляю, тут просто слов не нашлось. Нет, нет. Я даже предложила этой заведующей, говорю, хотите тоже вот в эфир там рассказать о ваших проблемах, уделениях, которые не решаются там из-за отсутствия финансирования. Она сказала, нет, 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 спасибо, нет. Настя, выздоравливайте, дайте вашему малышу здоровья и всем там малышам здоровья, ладно? Счастливо, счастливо, до свидания, до свидания. Настя Аножко, она забралась в больницу, забралась в логово зверя, я бы сказал. Она забралась в логово зверя. То есть она проникла к Голиковой. Случайно так получилось. Так Голикова, думаете, знает, что так? Нет, Голикова, ну я не знаю, я думаю, Голикова не парит. Потому что если бы она чувствовала чужую боль, она должна была бы, может быть... Но нет, нет, она счастливая женщина. Она счастливая женщина. Пишет слушатель наш Алексей, получается, что с туалетами в больницах хуже, чем в армии. Так нет же, поймите, там вообще все плохо, кроме врачей. Врачи замечательные. Вот врачи замечательные, подвижнические, чудовищные, такие все посвященные своему делу, врачи, понимаете? А, значит, они узнают, врачи тоже, о том, что врачи, они не лунатики никакие. Они узнают, что Голикова сейчас покупает для обстановки помещения 40 предметов из вишневой мебели за 5,1 миллиона рублей. И врачи немеют от возмущения и мира прокинут для врачей. Потому что врачи, они говорят тебе объяснить, они же вот, собственно, служат, они посвященные, я тоже сказал, да? Они служат миссии. Они люди миссии. Они, я думаю, понимают это как предательство со стороны Голиковой. А вот с другой стороны, нам слушатель Алексей пишет, что есть платные палаты в каждой больнице 3000 рублей. И может быть поэтому тогда обычные палаты бесплатные такие ужасные? Не знаю. В общем, Голикова покупает вишню. Знаете, жизнь идет своим чередом. Голикова покупает вишню. Врачи служат своему делу. Дети хворают и выздоравливают. И слава богу, все хорошо. Правда же здорово? Мы просто не прозреваем. Мы прозреваем, будучи людьми простыми, может быть даже грубоватыми, мы не прозреваем вот этих вишневых горизонтов. Понимаешь? Это связано с узостью горизонта. Через минуту вернемся. Пограничники не подтверждают факт нападения на погранотряд в Астраханской области. Только что РИА Новости. Конфликт между сотрудниками пограничной службы и жителями села Байбек Красноярского района Астраханской области произошел на бытовой почве. Попытки нападения на погранотряд организации беспорядков в расположении части внутри не было. А, ну все равно группа сельской молодежи напала на погранотряд дальше, слушай. А, нет, подожди. Они подрезали... Короче, ну сейчас исчерпан инцидент. Ну странно, за что их тогда задержали? Ну все, 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 исчерпан. Я говорю, вот надо там было перебить это все сельцо, это дивное, в хорошем смысле этого слова, и исчерпать инцидент. Здесь я абсолютно твердо стою на стороне пограничников. И вот этих вот жеребчиков, местных жеребчиков, которые пытаются там что-то доказать погранцам. Погранцы в этот момент служат родине, понимаешь, на разницу? Разница огромная. Погранцы служат родине. Они служат родине. А эти жеребчики служат водочке. И в этом вся разница. В этом вся разница. Надо было их перебить просто аккуратненько. Всех. Ну, по несчастью, меня там не было. Ну, ладно. Российские спецслужбы располагают данными о местонахождении главаря северокавказских боевиков Дукумарова, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. Вам вторник на пресс-конференции в украинском Днебропетровске. То есть, скоро нам ждать... Он поехал в Днебропетровск. Послушай меня, ну, вот это послушай, сейчас я что-то не понимаю. Кто-нибудь из ФСБ, из ФСБ же, да, из ФСБ. Позвоните нам, пожалуйста, кто-нибудь из ФСБ, если вы из ФСБ. Прямо вот из ФСБ и звоните сразу. Я из ФСБ, дескать, и так далее. Позвоните, пожалуйста, 788-107-0. И объясните мне смысл этой фразы. Смотрите. Российские спецслужбы располагают данными о местонахождении главаря северокавказских боевиков Дукумарова, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников во вторник на пресс-конференции в украинском Днебропетровске. Я не понимаю этой фразы. Я не понимаю этой фразы. А то что он сидит, руки в брюки в своем Днебропетровске, я не понимаю тогда, а? Объясни, пожалуйста. Я тоже не понимаю. Бортников, а вы скажите, Бортников, а что вы сидите, руки в брюки, если вы знаете, где Дукумаров? Это просто я не имею от этой информации. Он говорит, я очень хорошо знаю, где... Так что вы с ним чай пьете с Дукумаровым тогда? Или что, я не понимаю. Что вы сидите, руки в брюки-то? Достаньте руки. Прекратите шарить там. Прекратите ерундой заниматься. В украинском Днебропетровске дико вкусное место, кстати. Дико вкусное место. Знаешь, Днебропетровск. Ну, я проездом... Ой, мать, как там вкусно, если бы ты знала. Боже. Там хохлы хорошо готовят и армянские рестораны. Шикарные, абсолютно шикарные. Запредельно вкусно. Запредельно. Ну вот, хорошо, ладно. Вернемся к прозе. Ага. Так что же, Днебропетров там сидит, наверняка жрет всю армянскую, украинскую кухню. И почему он говорит, я знаю, где Дукумаров? И? Что ж ты его не ловишь? Смотрите, даже в постоянном поле зрения находите. Да, нет. Здравствуйте, как вас зовут? Товарищ-то че? Нет, товарищ меня слушает и дает мне послушать. Очень интересно. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Да. Добрый день. Вы из ФСБ? Друзья. Алло. Друзья из ФСБ. Друзья служат. Объясните мне, пожалуйста. Он говорит, у нас, говорит, Док Умаров в постоянном поле зрения. Мы знаем его местонахождение. И? Нет, ну он не постоянно. Ну, цитата. Стоп, стоп, цитата. Он постоянно в поле зрения. Понятно, да? Ну, раньше не заявлял. Просто смысл в том, что Умаров сейчас немножко поволнует и начнет бегать. Будь его и увидят, вот он бежит. Подождите, дайте мне приспасибо вам огромное. Я в затруднении. Я, в сожалению, я не понимаю, что он говорит. Смотрите, находится... Нет, не Умаров в постоянном поле. Вот, это Лиля, 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 Лиля вела нас в заблуждение. Слушай, все, Лилю расстрелять. Дальше слушай. Слушай, локализация деятельности наиболее одиозных главарей бандформирований находится в постоянном поле зрения ФСБ. Мы знаем местонахождение только Умарова. Сообщает нам Бортников. И дальше, я имею в виду, и все. Какой вы молодец у Бортников. А где Фигли тогда знать-то? Зачем знать? Ну, может быть, они его ловить начнут сейчас? Не знаю. Может, они только узнают? Может быть, морских котиков послать? Может быть, морских котиков послать? У Обамы попросить? Скажите, Обама, сан Аглы. Дай нам родники котиков своих. А? Сил, Тим, вообще. Ну, кстати, Обама тоже не так быстро. Команда котиков. Пусть команда котиков тогда слетает и разберется. Потому что Бортников приезжает в Днепропетровск, и он все знает, как выясняется. Здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте. Алло, это вы? Это мы. Отлично. Вы знаете, вы нас подталкиваете на такой ответ, который, в общем-то, все прекрасно знают. Нет. Если они их всех переловят, делать им будет. Нет, ну вы не из ФСБ. Вы не из ФСБ. У меня уже человек из ФСБ. Понимаете? Говорит, Бортников, братцы, говорит, мы знаем, где Докумаров. Я сейчас говорю. И? У меня же... Закончите фразу, пожалуйста, товарищ. Он говорит. И вот, пойдемте поедим, раз мы уж Днепропетровске, следует отведать превосходы армянской и украинской кухни. Алло, здравствуйте. Я не понимаю, что он говорит-то. Мне кто-то из ФСБ пусть объяснит, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы из ФСБ, наконец-то, вот. Добрый день. Здравствуйте. Можно не представляться? Да. Просто скажите, почему? Мы знаем, и где морские котики. Дело в том, что не морские котики у нас и посерьезнее есть организация. Правильно. Ну, просто была бы дана команда. Я вам говорю, в течение часа этого представителя не будет. Ну, ее нету. Ага. Но вы думаете, тут нужно политическое решение о вторжении на чужую территорию? Я не думаю, я знаю. Он сидит где-нибудь в Рузии. Вот я думаю. Вот я думаю. Я, вот смотрите, я пентих, у меня ничего, никакой информации нет. Я думаю, он сидит где-нибудь по соседству. Надо брать... Сергей, можно сказать? Да. Почему американцам можно, а нам нельзя? Так надо делать. Слушай. Я вам еще раз говорю, Сергей. Была бы дана команда. Я понял. А можно по ошибке... Нету, нету. К сожалению, нету. Простите меня, но я, если не понимаете, я абсолютно за вас. И вопрос в этом деле, абсолютно. Слушайте. Ну, а можно по ошибке залететь, грохнуть и потом сказать, эх, твою мать, напутали? Можно так? А можно и по-другому. Я слышу. Нет, залететь ночью. Темно было, черт его поймет. Вот. Мы напутали тут это. А еще же не факт, что он на чужой территории, ведь последний... Спокойно, он на чужой территории. Я тебе говорю, он на чужой территории. Ну, я тебе говорю, он на чужой территории. А вы тоже знаете. Конечно, я знаю. Откуда? Да потому что... Фу ты. 10.54. Поехали дальше. Русская служба новостей. В движении. В движении, смотрите, я быстро вам скажу. Значит, сильно зависает юг МКАДа внутренний. Внутренний. Совсем худо. Вижу. Красная плата в Яндексе. Вот, первая. Потому что ровно так же юг, ровно так же юг, висит на третьем транспортном. 10 км в час скорость. Все. На севере перебои разные там. То 55, то 10 км в час по-разному. Вот. Все. Все, все, что я хотел сказать. Ребята, потому что я время перебираю. Извините. Матвеева вращает глазами. Светлана Матвеева расскажет вам о спорте. Лилия Фетисова провела этот выпуск. А я пойду и проживу ее эту среду, 25 мая.